На стационарной точке наблюдения в урочище Красный двор эндомолок Антонина Семилетова бывает регулярным. Здесь специалист сама открывает охоту на клещей. Для работы необходима информация о том, активны ли членистоноги, каково их количество, а также инфекционный состав. Есть ли среди них носители энцефалита и лаймборелиоза. К сожалению, сегодня на все вопросы можно ответить утвердительно. Первые клещи уже регистрируются в открытой природе. На клещевом стационаре первый клещ был зарегистрирован 12 марта. Первый укус в 2018 году был зарегистрирован 15 марта. То есть есть уже пострадавшие, это 6 человек на данный момент, четверо из них это дети. За 2017 год в организации здравоохранения Бреста и района с укусами клещей обратилось порядка 2400 человек. Из них более 600 дети. Как правило, атакам членистоногих люди подвергаются в лесополосе, парках, зонах отдыха и на приусадебных участках. Причина уязвимости – несоблюдение элементарных правил безопасности и профилактики. Необходимо, собираясь на дачный участок, если учесть, что сейчас начинается период дачных работ, собираясь в лес, лесопарковые зоны, на прогулку с домашним питомцем. Необходимо одевать одежду, максимально закрывающую тело, также осматривать себя, близких каждые 2-3 часа, находясь на открытой природе и пользоваться репеллентами. Хочется верить, что правила эти запоминаются и соблюдаются. Однако, если вопреки вашим стараниям и здравому смыслу, от укуса клеща уберечься не удалось, действовать, конечно, надо оперативно, но паники не допускать. Если же все-таки вы подцепили клеща, не смазывайте его маслом или наштырным спиртом. Необходимо вынять его либо пинцетом, либо с помощью нитки, раскачивая стороны в сторону. Само насекомое поместить в баночку, место обработать йодом и обратиться к врачу.